Организаторы ежегодного музыкального конкурса Евровидения рассекретили ими одно из ведущих мероприятия. Ею стала 25-летняя Ники де Ягер, Никай де Джейга. 65-й конкурс пройдет в Нидерландах. Право на проведение Евровидения страна тюльпанов и деревянных башмачков получила после победы Дункана Лоуренса. В прошлом году он занял первое место с песней Аркейд. Наш Сергей Лазарев во второй раз оказался третьим. Сегодня стало известно, что одной из ведущих конкурса стала известная бьюти-блогер Ники де Ягер. Блондинка заявила, что мечтала об этом с тех пор, как Дункан Лоуренс принес победу Нидерландам. Когда в прошлом году организаторы Евровидения обратились к Нике с предложением стать ведущей, она была счастлива и горда. «Я с нетерпением жду возможности полностью погрузиться в этот уникальный фестиваль», — заявила блогер. Месяц назад Ники совершила каминг-аут. Блондинка сообщила, что она трансгендер. Ягер родилась в теле мужчины, но уже с детства чувствовала себя женщиной. В семь лет она отрастила длинные волосы и стала носить девичьи наряды. Родители и учителя поддерживали Ники. Многие одноклассники также признали в ней девочку. В 14 лет Ягер стала принимать гормоны, а в 19 завершила трансгендерный переход. Блогер решилась на откровенность из-за хейтеров, которые ее шантажировали и угрожали, что раскроют ее секрет. Блондинка не пошла у них на поводу, а сама рассказала правду о себе. У Ники есть возлюбленный, он сделал ей предложение. Визажист благодарна жениху за поддержку, которую он ей оказывает. Недавно Игорь Крутой назвал участника Евровидения 2020 от России. Продюсер считает, что достойно представить страну сможет Александр Панайотов. Ранее Ольга Бузова заявила о своей готовности поехать на Евровидение. Иосиф Пригожин едко высказался о вокальных способностях телеведущей.